4 октября в Краснодаре открылся крупнейший агропромышленный форум региона. Восьмая Кубанская ярмарка развернулась на территории комплекса «Экспоград-Юг». Старт мероприятия дал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Быть житницей России нас ко многому обязывает. Обязывает нас, кубанцев, собирать рекордные урожаи, потому что мы, житница России, обязывает нас, кубанцев, выращивать половину всех яблок в стране, потому что мы кубанцы, это не предел. Обязывает собирать треть всех овощей в стране, потому что мы, мы, наш край, наш регион, житница России. В этом году ярмарка собрала более 800 сельхозтоваропроизводителей со всех 44 муниципалитетов региона. Они привезли натуральную, качественную продукцию, вращенную и произведенную в Краснодарском крае. Армавир не оставил без внимания столь масштабное событие. Город представили на ярмарке шесть местных предприятий. Так, например, уже известно, что саженцы совхоза декоративных культур пользуются большой популярностью у посетителей. Большие очереди выстраиваются и возле экспозиции озеленителя. А клубнику родом из армавира, рассаду которой вырастили в ЛПХ Федько, в следующем году будут собирать во многих районах Кубани. Компания «МедЭко» привезла десятки сортов натурального лакомства, выращенного самой природой. Сладости армавирской фабрики козлов также пришлись по вкусу гостям ярмарки. Берут килограммами. Качественная обувь, сделанная мастерами предприятия «Торнадо», тоже пользуется спросом. Армавирскую экспозицию посетил и губернатор региона Вениамин Кондратьев. Пообщался с представителями делегации города, обсудил перспективы развития. Напомним, Кубанская ярмарка продлится с 4 по 7 октября. Экспозиции поделены на 12 кластеров по отраслям. Прилавки с продукцией фермеров занимают территорию около 3,5 гектаров. Отдельные площадки организованы для производителей сельхозтехники и животноводов. Для участников предусмотрена обширная деловая программа, круглые столы, семинары и презентации проектов. Кроме того, гости ярмарки смогут увидеть выступления творческих краевых коллективов. Марина Бартинева, Александр Жирилеев, служба новостей Армавира. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Сегодня все теплые слова предназначены им, педагогам. День учителя отметили в Армавире торжественным мероприятием. В зале театра драмы и комедии собрались сотни учителей, воспитателей практически со всех образовательных учреждений города. Традиционно в первых числах октября они отмечают свой профессиональный праздник. Поздравить с ним прибыли и почетные гости. Уважаемые коллеги, сегодня ваша профессия, она номер один. Профессия самая важная, самая главная. Это не большие слова, это на самом деле так. Жизнь этому подтверждения. Разрешите от лица всех жителей города Армавира, от лица главы города Армавира, поздравить вас с этим замечательным праздником. Пожелать вам всем благ, хорошего настроения, светлого неба над головами. Хороших и умных учеников, и пусть удача всегда сопутствует вашему делу. О том, что сделано в Армавире в сфере образования за последние годы, рассказал председатель городской думы. Строятся и открываются новые школы, детские сады, спортивные центры. В скором времени планируют забыть о второй смене. Все, что в городе появляется, появилось и будет появляться, в этом тоже ваша заслуга. Потому что это сделано руками людей, а этих людей воспитали, обучили вы. Поэтому вам огромное спасибо за то, что в городе Армавире живут такие замечательные люди. Не обошлось и без награждения лучших из лучших. Новые звания, почетные грамоты, благодарности получили десятки педагогов. Каждого выходившего на сцену встречали и провожали аплодисментами. Знак великого признания. Творческий номер от воспитанника в учреждении дополнительного образования радовали виновников торжества на протяжении всего мероприятия. Марина Бартинева, Александр Жирилеев, служба новостей Армавира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова